МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости этого дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ветер с дымом дул. Чем опасен пожар в Чернобыле и кого накроет? Горячие точки Донбасса. Последние новости с линии огня от журналистов подробностей. Срыв сепаратистского сценария. Кто и какую пьесу готовился разыграть в Одессе? Большой переполох в Харькове. Кто запугивает горожан перед праздниками? Начнем с последних сводок из-под Чернобыля. Пожар в зоне отчуждения локализован. Остались только отдельные очагитления. По крайней мере, об этом заявляют в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Отдельно уточняют, что радиационный фон в норме даже на месте пожара. А ветер, который сейчас подул из Чернобыля на Киев, опасности не несет, говорят в службе. По предварительным оценкам выгорело 320 гектаров леса. Точные данные назовут только после экспертной оценки Госагентства лесных ресурсов. Пожар возник не случайно. Сейчас рассматривают две основные версии. Одна из них – неосторожное обращение с огнем. Дескать, туристы в зоне отчуждения постарались. Вторая – умышленный поджог. В дальнейшем обстоятельства возгорания будут выяснять в Министерстве внутренних дел. В огне, открытого огня, нет. Подраздели наши действуют проливку, действуют осмотрения. Можут выникать повторные загорания. Наши подраздели негайно выезжают до местных загораний и их ликвидируют. Подвищение уровня радиации за счет выноса радиоактивных материалов с дымом или теплым воздухом не зафиксировано. Сами проверить эту информацию мы не можем, так как попасть в зону отчуждения без специального пропуска просто невозможно. А на запрос подробностей в госслужбу по чрезвычайным ситуациям был получен следующий ответ. Проезд на место происшествия журналистам разрешат, но только завтра. Что ж, пока нам остается только верить официальным данным государственной службы. И сегодня же в госслужбе по чрезвычайным ситуациям отчитались, что операция по эвакуации украинцев из Непала уже обошлась в 7 миллионов гривен, выделенных накануне Кабмином. Вот правда самолет, отправленный за украинцами, застрял в Индии. Принять Ил-76 в Катманду смогут только 3 мая. Все потому, что очередь в аэропорт непальской столицы более 100 самолетов. Эвакуации уже из Катманду ждут 85 украинцев. Также нашим военным самолетом планируют воспользоваться граждане Польши, Белоруссии и других стран. 40 украинцев, которые были в Непале после землетрясения, на связь до сих пор не вышли. Неспокойной выдалась последняя ночь для Донецка. Боевики обстреливали пригород из гаубиц и минометов. Вместе с десантниками на самой крайней точке побывала и наша съемочная группа. Вот что удалось отснять Ирине Баглай. В полном мраке, с выключенными фарами, на ощупь, десант выдвигается за нашу линию укреплений. Позади Авдеевка. Точка назначения фактически тыл врага. С трех сторон огневые позиции боевиков. Они внимательно следят за передвижением нашей техники под Донецком. Замечают, сразу накрывают смертоносным огнем. На десантирование, секунды. Высаживаемся в чистом поле. Единственное укрытие БТР. Действия десантников четко отработаны. Без суеты и лишних разговоров за броню. Несколько минут ожидания и на позицию. Тишина обманчива, говорят бойцы. Противник совсем рядом. Боевики давно охотятся на наших десантников. Каждого может взять на прицел снайпер. Снайпер стреляет. Может снайпер выстрелит. Бородатый. А почему бородатый? Потому что мошехеты. Главное не полиция, не сигаретами, не зажигалками, не телефоном. Они пробивают. Был беспилотник. Через пять минут обстрел начался. Напряжение нарастает. Бойцы обязательно должны выполнить задание. Поле. Тут нет где схватиться. Тут нет бетонных каких-то плыв. Тут вся земля, что-то. Чи дерево. Она стратегически важлива. Потому что тримает узел железнодорожной дороги и автомобильной дороги. Этой дороги контролируются все приступы до населенного пункта Авдеевка. Отступить, значит, открыть дорогу противнику на Авдеевку. И отрезать еще несколько форпостов украинской армии. Не страшно? Вообще ни разу. Мы смелые, мы полны решимости. Мы защитим свою страну. Долго не засиживаемся. Как только уходим с линии огня, настроение у экипажа поднимается. Пулеметчик нахваливает свое орудие. Это главное орудие десанта. Пока оно стреляет, все живы. Наша лялька. В этот раз оно не пригодилось. Десантники говорят прямо. Нам повезло. Таких выездов без вражеских обстрелов могут по пальцам сосчитать. Ирина Баглай, Даниил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. Ирина Баглай с нами на связи. Просто в этот момент ты раздравствуй. Какие у тебя последние новости? Нашим бойцам удалось отставить свои позиции? Здравствуй, Леша. Да, удалось. Вечером боевики ДНР переключились в список на опытное и ударили по поселку из самоходных артиллерийских установок. Обстрел длился около часа. Вообще же в последние дни в районе аэропорта вражеские обстрелы ведутся практически постоянно. И сегодня ночью украинские военные зафиксировали несколько пусков кассет реактивных установок залпового огня «Град» из Донецка в сторону Авдеевки. В город они не попали. В самом же Донецке, как сообщают жители, сегодня произошел взрыв на складе боеприпасов-боевиков в районе шахты «Восточная». Там находится батарея тяжелой артиллерии противника. Российские наемники обстреляли и город «Счастье». Это в Луганской области. Огонь по нашим позициям вели и стрелкового оружия, и гранатометов. Леша. Ирочка, спасибо тебе большое за работу. Это была моя коллега Ирина Багла. Сегодня она побывала сразу в нескольких горячих точках в Донецке и области. Активизация боевиков в Донецке отразилась и на жизни тех, кто не покинул город. Мы и сегодня созвонились с жителями оккупированных территорий. Вот что услышали. В 4.30 у нас в Бутинновском районе начали очень громко стрелять. Часть районов была где-то до трех часов загружена боевиками. Целый день у нас в городе слышны выстрелы. Причем не в центре города, а здесь. Ну, как говорят, что разборки между террористическими организациями. Российские товары заполняют полки в все большем и большем количестве. Началась борьба с наклейками на номерах авто. То есть у нас раньше была и анкопулеметчик, и все что угодно, и ДНР. Сейчас за все это будет очень жестко штрафовать. Номера должны быть только украинские. Вот. Поэтому сейчас наша местная ГАИ как раз начала с этим серьезную борьбу. С пенсиями также интересная ситуация. То есть для того, чтобы, наверное, отсеять количество получающих, пускать страшилки по городу, что те, кто уже получают переоформленную украинскую пенсию, их будут выявлять. Для начала они будут давать ЛНРовскую пенсию, а потом еще будут расстреливать. Она разделена для того, чтобы те, кто переоформил пенсию в Украине, чтобы они не приходили за дополнительной еще ЛНРовской пенсией. Больница горше неволи. Надежду Савченко сегодня доставили обратно в матросскую тишину. Вот почему российские белые халаты страшнее тюремщиков в погонах, расскажет наш российский САПКОР Данил Русаков. Это история о том, как система здравоохранения переплюнула тюремную. По словам адвокатов украинской пленницы Надежды Савченко, в спецблоке городской больницы номер 20 депутат Верховной Рады пробыла всего два дня. Условия, в которых оказалась арестантка, защитник Илья Новиков, назвал адскими. Матрасы запахом лежачих больных, умирающие пациенты в коридоре. В душ и туалет Савченко выводили строго в наручниках. Известно, что Надежда все-таки начала принимать пищу. Ей приносили пузырек смеси. Стремительная такая была история, да, туда-сюда. Но вот так в России бывает. У нас сложные не только с тюрьмой, но и с медициной. Те обещания, которые давали с Надеждой Савченко, в том, что ее действительно полечат, что там идеальные условия, так было сказано. Ну, в общем, мягко говоря, не оправдались эти ожидания. На 6 мая назначен очередной суд, и Надежда хочет участвовать в заседании лично. Ну а через три дня после этого в Москве отметят День Победы. И, как стало известно, на Красную площадь не приедет лидер КНДР Ким Чен Ын. Таким образом, северокорейский диктатор остался без первого за время его правления межгосударственного визита. По словам Кремлевского, пресс-секретаря Пескова, дорогой гость отказался, сославшись на ситуацию в своей стране. Не приезд Ким Чен Ына на День Победы, на парад, это, конечно, величайшая потеря для всей нашей духовности. Трибуны и мавзолеи опустеют. Важнейшая фигура будет потеряна, потому что вместе с ним это был бы замечательный парад диктаторов. Компанию же главному российскому чиновнику составят лидеры других передовых держав. Зимбабве, Вьетнама, Китая и Кубы. Всего около 30 делегатов, руководителей государств вражеского Запада, на параде присутствовать не будут. Как стало известно накануне, Евросоюз откомандировал туда только своего полномочного представителя в России. Данил Рузагов, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. А вот ряды путинских байкеров, намеревавшихся добраться до Берлина ко Дню Победы, существенно поредели. В Европу они, конечно, просочились, но частично. Как и где члены клуба «Ночные волки» пересекли границу, не уточняют, но говорят, что находятся в Чешской острове. Большинство байкеров закончили свой мотопробег в Белоруссии. Дальше на территорию Евросоюза их попросту не пустили. Напомню, свою акцию, посвященную Дню Победы, «Ночные волки» начали в Москве 25 апреля, вот закончить планировали 9 мая в самом Берлине. А вот Литве мешают российские корабли, а именно воплощению стратегического для страны проекта прокладки электрокабеля, который соединит ее энергосистему со шведской. Глава литовского МИДа заявил, что в ближайшее время в министерство вызовут российского посла и выразят ему протест. По словам Линаса Ленкявичуса, Россия препятствует проведению работ, требует, чтобы во время военных учений в Балтийском море корабли меняли курс. Как отметил министр, Москва таким образом нарушает конвенцию ООН. Литва уже направила России три подобные ноты, однако ответа пока так и не получила. Красные флаги на майские праздники теперь могут стать табу. Спикер парламента одобрил запрет на серпастомолоткастую символику. Владимир Гройсман подписал закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Документ, в частности, предусматривает переименование населенных пунктов, названия которых напоминают о коммунистическом режиме, а также демонтаж памятников пардетелям, причастным к голодомору или репрессиям. Теперь слово за президентом. Документ уже отправили ему на подпись. СБУ сорвала сепаратистскую постановку в Одессе. В ведомстве отчитались о проведении в области масштабнейшей спецоперации. В ней задействовали 226 сотрудников, в том числе и Альфу. Ликвидировали организованную банду, которая собиралась на майские праздники запустить в Одессе сценарий отделения от Украины. Всего задержаны около 20 сепаратистов, все они граждане Украины. А вот за разработку сценария дестабилизации отвечали их кураторы из России и оккупированного Крыма. Стревогой ждут майских праздников и харьковчане. Правоохранители уже не раз заявляли, в городе возможны провокации. СБУ задержала диверсантов, которые должны были устроить теракты на выходных. Чего ожидать жителям города, расскажет Лидия Калинина. Организаторы большинства последних городских терактов задержанных в СБУ заявили пятеро так называемых харьковских партизан. Подтвердили свою причастность к шести терактам. Взрывы возле госпиталя, двух воинских частей, мебельного магазина, памятного знака воина МУПА, стелы с государственным флагом. И, наконец, последний. На прошлой неделе, когда подорвали машину бойца АТО, все это, по версии следствия, дело рук одной группы. У них взяли вещдоки, оружие и боеприпасы. Так вот, власне, та зброя мала бути використана группою из пяти осіб для вчинения террористичных актов в Харкове под час наступных святкуваний. Ну, кроме этого, на днях сотрудники СБУ нашли три тайника с оружием. В них мины, автоматы, гранатометы, снайперские винтовки, гранаты и взрывчатка, которой, по словам силовиков, хватило бы для уничтожения многоэтажки. В заброшенном помещении 1-й, 2-й найден в лесопарковой полосе, недалеко от тех мест, где должны проходить праздники, к которым мы готовимся. И вчера в лесополосе Валковского района была выявлена такая схованка и вылочена 18 килограммов пластида. 18 килограммов, подчеркнув. С завтрашнего дня улицы будут патрулировать 8 тысяч силовиков. Это вдвое больше, чем обычно. Уже сейчас на въезде в Харьков усиленная проверка всех автомобилей. Осматривают не только машины, но и личные вещи водителей и пассажиров. Кроме милиции следить за порядком будут и добровольцы. Много будет гражданской одежды, которые будут находиться вместе с людьми. То есть, где-то, если будут возникать конфликтные ситуации, я думаю, мгновенно будет отреагировано. В соцсетях с начала весны харьковчан пугают не просто майскими провокациями, а настоящим вторжением. То со стороны России, то со стороны боевиков так называемых ДНР и ЛНР. Но политологи советуют таким слухам не доверять. Как правило, это пустые слова для того, чтобы держать в мандражи. Путину и его марионеточным опереточным республикам им всегда выгодно, чтобы социум с определенных территорий был определенным мандражи. Но многие общественные организации отказались от проведения акций на майске, чтобы не допускать массового скопления людей. Ну а большинство харьковчан на выходных собирается все-таки не на митинги, а на природу. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. В земельном суде города Вены рассматривается дело об экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Американская юстиция обвиняет его в том, что якобы с помощью взятки 9 лет назад он пытался получить доступ к титановому месторождению в Индии. Официальный Вашингтон более года просит Австрию экстрадировать бизнесмена в США. За ходом заседания следит наш журналист Геннадий Вивденко. Весь день он проработал в земельном суде города Вены. Сейчас выходит с нами на прямую связь. Гена, здравствуй. Как долго уже длится это заседание и когда мы можем ждать решения суда? Алексей, судебное заседание длится с небольшими перерывами уже 10 часов. Вот так долго решается вопрос возможной экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Сама история длится уже более года. Фирташ не может по решению суда пока покинуть Австрию и вернуться в Украину. Политическая подоплека. Такое видит бизнесмен Дмитрий Фирташ причину просьбы американского правительства экстрадиции в США. Крупный бизнесмен говорит о том, что серьезно влияет на политико-экономическую жизнь в Украине. Занимался поставками газа, химической промышленностью, добычей титанов. И вот таким образом, по мнению защиты бизнесмена, судебное разбирательство против него может быть выгодно тем или иным политическим силам не только внутри страны. Конечная цель лишить Дмитрия Фирташа влияния на процессы в Украине. Влиять на ситуацию как в Украине, так и в европейском континенте в интересах Вашингтона. Для австрийского суда, как и для любого европейского, традиционно политическое преследование одно из самых страшных нарушений канонов правосудия. Адвокаты напомнили, пункт номер три австрийско-американского договора об экстрадиции запрещает выдачу подзащитного по политическим мотивам. Титановый скандал – это ширма для сокрытия политических целей по мнению защиты. Манипуляция показаниями свидетелей, отсутствие документов и доказательств вины. США не предоставила никаких данных для того, чтобы дело могло бы быть всерьез рассмотрено непосредственно в австрийском суде. В частности, упоминается тот факт, что первое прошение об экстрадиции американцами было направлено еще полтора года назад, в ноябре 2013 года, когда решался вопрос, подпишут ли ассоциацию с ЕС. Потом в течение считанных дней буквально отозваны. Через четыре месяца еще одно прошение. Дмитрий Фирташ лично объясняет судье эту ситуацию тем, что США активизировались именно тогда, когда бы он смог наиболее активно участвовать в нормализации политической жизни в Украине. На процессе также присутствует ряд народных депутатов Украины. По их словам, они прибыли в зал суда, чтобы поддержать влиятельного бизнесмена. Для меня, например, не составляет никакого сомнения, что это совершенно политическое было решение. Дмитрий Васильевич – это фигура в Украине, которая на протяжении многих лет оказывала влияние на украинскую политику. И я думаю, что здесь замешанный геополитический интерес. Защита 15 раз, я записался, сказал о нарушении прав человека. Я здесь еще потому, что государство должно защищать своих граждан. И не важно, как фамилия этого гражданина. Я считаю, что здесь должен быть представитель посольства, МИДа. Мы налогоплательщики, платим деньги, для того, чтобы нас защищали. Продолжение следует... В видеоконференции провели опрос мэра украинской столицы Виталия Кличко. Также экс-президент Леонид Кравчук выступил в суде в пользу Дмитрия Фирташа. Ну и также адвокаты для свидетельств в суде пригласили народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. И вот что еще прозвучало сегодня в зале заседания. Адвокаты украинского бизнесмена отмечают, что официальный Вашингтон – это, конечно, огромная мировая сила. Но в австрийском суде это не играет никакой роли. Ожидается, что суд может закончиться сегодня, поздно вечером. Алексей? Спасибо, Гена. На прямой связи со студией подробностей из Вены был мой коллега Геннадий Вивденко. Ослабить газовую давку для населения. Топливо для украинцев должно стоить в полтора раза дешевле. Такой вывод сделали депутаты от Батькивщины после заседания парламентской рабочей группы по тарифам ЖКХ. Уже после майских праздников там должны точно определить, сколько украинцы будут платить за газ. Напомню, вчера Кабмин снизил объем потребления топлива для тех, у кого нет счетчиков. С шести до трех кубометров. Сегодня состоялось второе заседание рабочей группы в парламенте, которая изучает факты хищения в Кабмине. Журналистов снова не пустили, но первые результаты работы все же сообщили. И похоже, что слова бывшего главы госфининспекции Николая Гордиенко о том, что в правительстве разворовали более 7 миллиардов гривен, подтверждаются. Подробнее Ольга Рыцарь. Заседание рабочей группы часть депутатов проигнорировали, но кворум все же собрали. Вчера слушали руководителей энергокомпаний. Журналистов не пускали, мол, секретная информация. Сегодня допрашивали представителей предприятий транспорта и связи. Глава рабочей группы настаивал снять гриф секретности. Суспельство украинское сегодня мое знать всю правду, кто занимается коррупцией в нашей стране. Но большинство депутатов против. За закрытыми дверями первым докладывал представитель генпрокуратуры. И сообщил, экс-главу госфининспекции Николая Гордиенко к админ уволил с нарушениями. В генеральной прокуратуре есть 10 дней на выучение этого вопроса и принятие решений. Мы обратились к генпрокуратуре, чтобы они проверили законность и к админу о том, чтобы они восстановили Гордиенко, а также объяснили свою мотивацию его увольнения. Для того, чтобы господин Гордиенко был уволен с нарушением двух статей. Сегодня допрашивали представителей Укрзалезницы, Укрпочты, Госпедсвязи и Госфинуслуг. Они по очереди выходили из зала, но прессе ничего не комментировали. Депутаты поясняют, новые руководители боятся повторить судьбу уволенного Гордиенко. Мы берем под особенный контроль и защит тех работников Держфининспекции, которые сейчас дают свидетельство. Потому что если так, против закона, админ порушил две статьи о призвольнении Гордиенко, то с таким же успехом каждый, кто сейчас за теми стены дает нам свидетельство, завтра может быть абсолютно спокойно усунен из своей посады против закона. Почти шесть часов допросов и первые итоги. Глава рабочей группы заявляет, слова Гордиенко о хищении в кабинете Ценюка подтверждаются с каждым днем все больше. Загальность суммы на сегодняшний день становится, которую мы рассмотрели, 780 миллионов гривен. А за два дня это 3,2 миллиарда гривен. Конечно, что справа находится в судах, есть криминальные проведения. Те факты, которые я вам навел, это сечень-версень 2014 года, то есть основной на период деятельности уряда Яценюка. В следующий раз группа соберется через неделю. Все свои материалы о коррупции в кабине передадут в Генпрокуратуру. Уже 15 мая будут слушать их отчет. Но сами расследовать ничего не могут. Нет полномочий. И снова будут настаивать на принятии закона о работе временных следственных комиссий. Ольга Рызарь, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер. Пятна на мантиях. 12 украинских судей могут оказаться на скамье подсудимых. Прокуратура подозревает их в вынесении заведомо неправомерных решений. Некоторые дела уже отправлены в суд. И вот среди них, в частности, судья Печерского районного суда Киева Волкова. Да, да, та самая, которая своим решением освободила из-под стражи подозреваемого в массовых расстрелах экс-беркутовца Садовника. После чего он благополучно сбежал от следствия. Дела янтарные. О том, как ривненский высокопоставленный милиционер связал любовь к драгоценному минералу с увлечением оружием и закрыла ли глаза на это Фемида. Подробности последнего скандала у Инны Белецкой. Не рядовой милиционер, а начальник уголовного розыска Костопольского района. Ему нужен целый арсенал. Снайперская винтовка, пистолет Стечкина и четыре пистолета Макарова. Достать их капитан милиции просит жителя того же райцентра. Ну, не совсем просит, а требует, угрожая создать проблемы. Прошено криминальное проведение. Что до працанника милиции и его спеучастника, которые вымогали от указанного гражданина найти оружие, а сгодом реализовать ее указанным особам. Вечер, центр Ривны, автостоянка прямо за обл. администрацией. Здесь назначена встреча и покупка оружия. Сотрудники прокуратуры и СБУ задерживают капитана милиции с поличным. Двумя купленными пистолетами Макарова. Приобрел, как выяснилось, по дешевке. 250 долларов за каждый. Следственное установлено, для чего указанные особи куповали оружие. Это с метою подальшего использования их и ее противоправной деятельности. Из собственных источников мы узнали, пистолеты нужны были милиционеру и его подельнику для обеспечения безопасности при перевозке незаконно добытого янтаря. Оказывается, капитан милиции еще две недели назад написал рапорт об увольнении из органов, а сейчас в отпуске. Видимо, на службе наладил связи в янтарном бизнесе и решил переквалифицироваться. Статус участника АТО, тем не менее, получить успел. В декабре дежурил на вполне безопасном блокпосту в Изюме. Комментировать поступок подчиненного в обл. управлении МВД уже традиционно отказались. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Ухудшение ситуации на Мариупольском направлении. Где идут обстрелы, мы узнаем уже через несколько минут. Сейчас налаживаем связь с городом. Кроме того, во второй части подробностей узнаете о следующем. СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ Кто положил глаз на исторические земли в столице? Разгадка кровавой драмы. Правоохранители рассказали, кто зверски убил семью под Ивано-Франковском. Даешь наследника. Королевская семья или фанаты? Кто сильнее ждет пополнения в Букингемском дворце? Очередная детективная история вокруг исторических земель Софии Киевской. Кто возводит высотку в самом сердце столицы, Десятинном переулке? Подробнее Елена Митясова. Охота на земли заповедника Софии Киевской. Строительные компании идут на различные аферы, чтобы заполучить лакомый кусок. Этот скандальный дом возводит Интергалбуд. Здесь будут офисы, квартиры и резиденция митрополита Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета. Защитники Старого Киева не раз пытались остановить строительство, но все их старания тщетны. Земельная территория в 2003 году была дана Киевской Патриархии для обслугования двух домов, которые были в реестре памяток истории и культуры. В протяжении 10 лет они были доведены к занедренному состоянию. Их выкраслили из списка памяток истории и культуры. После этого снесли и сразу начали строить. Застройщика компанию Интергалбуд связывают с бывшим нардепом Владимиром Зубиком. Договорившись со священнослужителями, Зубик строит на церковной земле квартиры, потом продает. 12 лютого 2015 года Киевская міськая рада своим решением обязала Интергалбуд привести строительство до проектной документации. И надала строк. Демонтаж поверхности не произошел. И поэтому сегодня снова есть лист, подписанный секретарем Киеврады, относительно того, что должно быть понижение и не поверхности, а в метрах. Демонтировать надо почти 10 метров здания. Когда приступит к работе компания, ответили в письме. Мол, уже снесли конструкции девятого этажа, о которых и идет речь. Но где же проект и почему отказались рассказать об этом на камеру? Не стали комментировать ситуацию в Киевском патриархате. Тем временем в столичной мэрии компании Интергалбуд дали месяц на исполнение решения. В противном случае власть расторгнет договор аренды с Украинской Православной Церковью. Елена Митясова, Эльвина Сейтбулаева, Владлен Ноль. Подробности в телеканал Интер. На Мариупольском направлении после вчерашнего затишья опять начались массовые обстрелы со стороны боевиков. Все подробности узнаем у Руслана Смещука. Руслан, здравствуй, ты в эфире. И, как я понимаю, новости у тебя не самые лучшие. Да, Алексей, действительно, новости не очень хорошие. Вот за прошедшие сутки боевики скачкообразно увеличили количество обстрелов. Расширилась также и география боевых действий. Сегодня громыхало практически вдоль всей линии разграничения в Мариупольском секторе. И мины и снаряды взрывались в районе тех населенных пунктов, где люди уже практически отвыкли от взрывов. Протягом сегодняшнего дня на Мариупольском направлении было зафиксировано в день близко 10 порушений умов в Минском урандуме с боку террористов. Также нужно констатовать про значное расширение географии ведения боевых действий террористами и до Широкинова и Чермалик, где постоянно ведутся боевые действия. Было еще дадано мирное, где площадь месяца было спокойное, а также на кисленный пункт, как гранит не мали. По данным штаба АТО, раненых и убитых среди украинских военных нет. А также часть снарядов и мин взрывалась в непосредственной близости от жилых домов мирных жителей, но тоже, слава богу, обошлось без жертв. Военное такое повышение активности боевиков связывает с возможной подготовкой сепаратистов к проведению наступательных операций. То есть вот такими боевыми действиями противник, что называется, пытается прощупать оборону для подготовки основного удара. По данным разведки, ДНРовцы сосредотачивают в районе линии разделения, разграничения, бронетехнику и пехоту, а также готовятся к наступлению весьма необычным образом. Мы выявили новое общежитие для российско-оккупационных войск на восточном окраине санаториев. Порядка 25 свежевыборных могил, которые, в принципе, готовят для того, чтобы потом заселить туда всех своих вот этих защитников. Россия подходит таким вещам очень серьезно. Она всем обеспечивает жилье. Единственное, что плохо, что на нашей территории, не на своей. В таких условиях Мариуполь и окрестности готовятся к майским праздникам. Тут уже отменили часть уличных мероприятий, также запретили участие детей в масштабных торжествах, чтобы уберечь их от возможной опасности. Еще ситуацию накаляют заявления сепаратистов о возможном наступлении на Мариуполь. Также сегодня в СБУ заявили, что здесь, в Мариуполе, была задержана террористическая группа, которая готовила сеять в страх и панику. И традиционно в Мариуполе достаточно широко отмечают майские праздники, но вот в этом году они будут гораздо скромнее. Не будет официальных мероприятий. Мы в рабочем порядке поздравляем наших жителей с праздником мира. Ну вот таким мы видели день здесь, в Мариуполе и на мариупольском направлении. Алексей. Тяжелый день, конечно, и новости печальные. Спасибо тебе, Руслан, за работу. Это был Руслан Смещук с самыми последними новостями из сектора М. Повестка на тот свет. Он уже отдал свою жизнь за родину, но несколько дней назад его опять призвали на службу. Как такое могло случиться, разбирались наши Ивано-Франковские корреспонденты. Повестка. Глава Дмитрия Викторовича. 82-го года народжения. Повестку в двери нашла тетя погибшего бойца по месту его прописки в Ивано-Франковске. Время от времени она наведывается в квартиру, где сейчас никто не живет. Дима еще до войны переехал отсюда с семьей. Дмитрий был на Майдане, а когда на Донбассе стало неспокойно, сразу пошел добровольцем на фронт. Почти год дома. В Надвирный его ждали двое маленьких детей и жена. Живым не дождались. Сейчас Надя с сыновьями переехала к родителям. Вместе легче. Но когда увидела повестку, говорит, снова пережила ужас и шок. Как в тот страшный день, когда узнала о гибели Димы. Ты знаешь, когда человек, ты знаешь, что он вроде мертвый. И ты думаешь о себе варианты. Это для меня был шок. На вечер уже у меня нервы, наверное, пошли все. Я уже сидела дома просто и плакала. В военкомате, где призвали уже погибшего бойца, уверяют, недоразумение, дескать, списки призывников были сформированы еще до трагической гибели Дмитрия. А о том, что он уже воевал как доброволец, они ничего не знали. Списки складывались в сечне месяце. И это уже в списках, он был занесен. И уже в тот момент повестки были готовы, розданы по дельнице оповещения. А вот сослуживцы Димы из правого сектора, в рядах которого он воевал на Донбассе, уверен, это просто халатность военкомов. Кстати, на Прикарпатии это уже не первый такой случай. С начала мобилизации семьи троих погибших бойцов получили повестки. Елена Зурина, Оксана Тиморская, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. И сегодня же в Ивано-Франковске прокуратура огласила результаты расследования резонансного убийства семьи из Черновцов. Вспомните, в декабре прошлого года мы рассказывали вам об этой шокирующей драме, когда недалеко от Микуличина в лесу были обнаружены пять тел. И вот следователи пришли к выводу, это мать расстреляла троих детей, мужа, а затем покончила с жизнью. Причины называют увлечение супругов оккультизмом. В их доме нашли литературу по черной магии. Известно также, что мужчина десять лет назад состоял на учете психбольницы. Эхо Балтимора. На сей раз в Нью-Йорке город захлестнула волна протестов против произвола полицейских. А в деле погибшего в полицейском участке молодого темнокожего Фредди Грея тем временем новый поворот. Подробнее в материале Дмитрия Еловского. Нью-Йорк всегда был очень активным городом, когда речь заходила о массовых выступлениях. Вот и накануне тысячи вышли на улицы Манхэттена, протестуя против все дозволенности полицейских. Поддержать Балтимор вышли не только чернокожие граждане, но и белые. Толпа прошлась по улицам города, блокируя движение автомобилей. Люди скандировали очень популярный нынче лозунг «Жизнь черных имеет значение». Протест начался в районе Дюнион-Сквер сначала довольно мирно. Но вот после того, как протестующие стали выходить на проезжую часть, полицейские попытались их как-то вытеснить обратно на тротуар. И тут вспыхнули столкновения. В итоге около 60 человек были задержаны полицией. Полиция Балтимора не защищает людей. Они там работают только для того, чтобы защищать магазины и здания, но не людей. А ведь окна можно отремонтировать, но не спину этого парня. Его жизнь уже не вернуть. В Балтиморе тоже неспокойно. Народ продолжает выходить на улицы. И тем временем в прессу попадают все новые подробности этого громкого и резонансного дела. Напомню, что Грей умер в участке от травм, которые были связаны с переломом позвоночника. Он получил их то ли до, то ли сразу после сдержания. Пока точно не ясно. Вот газета «Вашингтон пост» рассказала показания другого, так сказать, пассажира полицейского автомобиля. Тоже задержанного, который был попутчиком Грея. По его словам, Фредди сам бился о стены фургона, чтобы причинить себе вред. Но эту информацию еще надо будет проверять, так как задержанные были разделены перегородкой. И также только что стало ясно, что машина полиции, где находился Грей, совершила в дороге какую-то остановку, пока неизвестно для чего именно. Тем временем какого-то решения этой ситуации пока нет. Люди продолжают выходить на улицы городов, и стихийная волна протестов постепенно захлестывает всю Америку. Дмитрий Иловский, Никита Исаико. Подробности именно на Американское бюро телеканала «Интер». Как татуировки сбивают с толку умные часы, социальные сети разрушают браки, а крысы вселяют уверенность в особом королевской крови. Узнайте обо всем в нашем дайджесте. Социальные сети разрушают браки, так считают британские юристы. Фейсбук и Твиттер все чаще приводят к разводам. О расставании после поста в своей любимой в интернете задумывается каждый седьмой супруг. А некоторые даже начинают искать в соцсетях доказательства измены своей половинки. Кенгуру угостил шведа морковкой. Необычное фото на австралийском пляже сделал шведский турист. Деннис Карлсон беззаботно отдыхал на побережье, когда заметил, в сумке с его обедом роется кенгуру. Парень бросился отбирать еду, но не смог отказаться от соблазна селфи с животным. Снимок взорвал интернет, и теперь швед не против выиграть какой-нибудь фотоконкурс. Тренировалась на крысах. Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон во время Второй мировой войны училась стрелять, используя грызунов, как живые мишени. Об этом поведала ее 89-летняя кузина Маргарет Родес. Импровизированным тиром был сад Букингемского двора. Владеть оружием королева научилась из-за опасений, что ее с семьей похитят нацисты. Лег под нож ради любимой. Британцу Полу Мейсона удалили 21 килограмм обвисшей кожи. Операцию провели в Нью-Йорке. Она длилась 9,5 часов. Ранее мужчина похудел на 3 центнера, но Полу не давала покоя обвисшая кожа. К идеальному телу он начал стремиться после того, как в интернете познакомился со своей американской невестой. Ее вес около 50 килограммов. Apple Watch забраковали владельцы татуировок. Оказалось, что умные часы дают сбой на разрисованных запястьях. Пагубно на устройство действуют чернила для татуировок. Неполадки в работе часов пока официально не комментируют в Apple. Беспощадная Фемида. В Греции суд приговорил умершего мужчину к 6 месяцам условно. Его обвиняют в хищении электричества из энергосистемы. Адвокат попросил отложить дело, чтобы предоставить справку о смерти обвиняемого. Но суд отказался ждать и заочно признал усопшего виновным. Герцогиня Кейт заставляет британцев понервничать. Когда же ждать наследника престола? И как проводит дни перед родами супруга принца Уильяма, расскажет наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Четыре года в браке. Это событие принц Уильям и его супруга Кейт отпраздновали в Букингемском дворце. И все в том же составе. Пополнение в королевской семье ожидали еще шесть дней назад. И сейчас все больше подозрений, что у маленького Джорджа все же будет братик. Пока же беременная герцогиня сама ездит за рулем и каждый день посещает бассейн. Известно, что плавание может стимулировать начало родов. В ожидании новости о рождении четвертого наследника британской короны, фанаты возле госпиталя Святой Марии устроили кемпинг. На днях дорожные инспекторы продлили ограничение парковки у больницы до 5 мая. Тем самым намекнув, что принц или принцесса не спешат появляться на свет. А в самом Букингемском дворце, который в эти дни облюбовала герцогиня Кейт, открылась вакансия. Ищут дворецкого практиканта. Работа не из сложных. Помогать официальным гостям, заниматься их багажом. Причем не только в лондонском, но и в шотландских замках Балмарал и Холлируд. Работа очень престижная, но низкооплачиваемая. Правда, это отличное место для старта карьеры. Бывшие королевские дворецкие у местных богачей нарасхват. И зарплаты им предлагают поистине королевские. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности в Британское бюро телеканала Интер. Вот такие у нас на сегодня подробности. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова